Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандийский. И в ближайшие 30 минут я, Саят Балмакаев, расскажу вам о главных событиях, которые произошли в среду 20 февраля. Итак, коротко о главных событиях этого дня. Карагандийцы не ощутили снижение тарифов на коммунальные услуги. Между тем, в антимонопольном комитете утверждают, снижение существенное. Аким Карагандийской области Ерлан Кушанов пообещал поддержку компании «Арселор Митал Тимиртау» для выполнения поручения президента страны. Глава региона провел встречу с генеральным директором металлургического комбината. Командный дух показали юноши и девушки в турнире «Школьная лига». В «Школе номер 27» прошли очередные соревнования по мини-футболу. Карагандийцы не ощутили снижение тарифов на коммунальные услуги. Между тем, в антимонопольном комитете утверждают, снижение существенное. В Департамент агентства по регулированию естественных монополий провели брифинг, на котором ответили на вопросы журналистов. В Карагандинской области монополисты снизили тарифы. К примеру, в Караганде с 1 января тариф на теплоснабжение для населения был уменьшен в среднем на 5%. На электроснабжение на 8%, на холодное водоснабжение на 5%, водоотведение на 3%. «Это коснулось не только города, областного центра, это коснулось каждого города, области, каждого района, потому как в каждом районе, городе есть свои субъекты, естественных монополий. В результате для потребителей был произведен экономический эффект около 1,5 миллиарда тенге именно по тарифам. Кроме того, были снижены тарифы на электроэнергию, там у нас проводят работу субъекты общественно-значимого рынка. Там еще также на 500 миллионов тенге экономический эффект для потребителей». В целом, по Карагандинской области тарифы снизились от 1 до 10%. Это зависит от экономического положения коммунальных предприятий, заявили в антимонопольном ведомстве. Кроме того, ожидается снижение цен на услуги по вывозу мусора и обслуживанию лифтов. «Вывоз ТБО, я хочу сказать, что наши субъекты до 11% по области снижения сделали. У нас в Караганде имеется 3 субъекта, они на 4% снижение по вывозу ТБО сделали. Это, в первую очередь, у нас Горкомтранс и 2 предприятия остальных. По работам по подъему лифтового хозяйства, там тоже у нас имеется по области 11 предприятий. Из них по Караганде самые крупные-крупные, все мы со всеми переговорили. Они тоже говорят, мы сами инициативно выходим, тоже снижаем. За каждый подъем до 5% снизили тариф на подъем услуги». Карагандинцы всецело поддерживают идею о снижении коммунальных тарифов. Однако пока горожане этого не ощутили. Об этом они высказались в ходе опроса на улицах Караганды. «Я даже на это снижение, я не могу ребенку яблоки купить. Мне даже не хватает на килограмм яблок, то, что снизилось у нас тариф. Поэтому я не ощущаю то же самое. А вы снижаете этот месяц? «Разницы нет, да, потому что просто у меня семья уменьшилась, поэтому я не вижу еще разницы. Да, может туда попозже, конечно, а так неощутимо». «Знаете, честно говоря, нет». «Почему?» «Ну, потому что, в принципе, все так же. Какие-то копейки – это неощутимо для населения. Там 100-200 синге. Для нас это не разница». «Но все равно это замечательно, это не рост, это снижение. Слава Богу, чтобы послушались президента и пошли навстречу для всех людей. Слава Богу, чтобы так и было впредь». В департаменте по регулированию естественных монополий также заявили, что уже в марте, в счетах за февраль, будет конкретно указано, насколько произошло снижение тарифов. Андрей Тенцер, Гевысокосов Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Аким Карагандинский область Ерлан Кушанов пообещал поддержку компании «Арселор Миттл Тимиртау» для выполнения поручения президента страны. Глава региона провел встречу с генеральным директором металлургического комбината, на который обсудили реализацию экологических и социальных проектов. По поручению главы государства, металлургический комбинат «Арселор Миттл Тимиртау» в ближайшие годы должен реализовать три крупных проекта. Самый важный – значительное сокращение вредных выбросов. План по улучшению экологической обстановки в Тимиртау уже разработан и утвержден. Он включает озеленение города и модернизацию оборудования на комбинате. Недавно я отчитывался перед главой государства. И Нурстанавич еще раз отметил значимость решения этой острой для всего города проблемы. И мы обсуждали этот вопрос на своем уровне. Неоднократно мы собирались. Создан зеленый совет, куда вошли представители госорганов, общественности, средств массовой информации, независимые экологи, депутаты, руководители предприятий. И сегодня у комбината «Варселор Миттл Тимиртау» есть конкретные пути решения, предложения по улучшению экологической обстановки в регионе и конкретно Тимиртау. И сегодня мы хотим услышать, какие конкретные меры, конкретные шаги вы предпринимаете, господин Каузел. За следующие 8-10 лет компания намерена потратить около 2 миллиардов долларов США на модернизацию производства. Причем 40% от этой суммы пойдет на экологические проекты. Генеральный директор Парамжит Калон заявил, что после 2029 года комбинат приблизится к нормам европейских стран. Я не имею в виду, что оставшиеся 60% никак не повлияют на экологию. Это технологические проекты, которые тоже косвенным образом улучшат экологическую ситуацию. Поэтому ближе к 2026-2027 годам можете называть «Варселор Миттл Тимиртау» как современный завод, соответствующий европейским нормам. Также на совещании обсудили вопросы теплоснабжения Тимиртау. На ТЭЦ-2 планируют начать строительство нового седьмого котла. Он позволит решить проблемы с отоплением в домах тимиртаусов. Для этого компания уже выделила 50 миллионов долларов США. Окончание строительства запланировано на 2021 год. Руководитель комбината призвал Акимобласти поддержать их в реализации этого проекта. Поэтому мы просим поддержку от всех присутствующих здесь, поскольку для реализации этих проектов требуется проведение множества экспертиз, получение разрешений, технической документации. Поэтому если все это будет сделано точно в срок, мы тоже будем осуществлять все без задержек и выполнять, реализовывать проекты очень быстро. Поддержка со стороны государственных органов, в первую очередь со стороны Акимата, я как Акимобласти, полностью поддержку вы получите. По всем тем вопросам, которые вы сегодня озвучили. И в то же время, сейчас мои коллеги сказали, до строительства седьмого котла мы должны не уменьшать, а увеличивать финансирование на капитальный ремонт существующих котлов. Договорились? Да. Мы должны выдержать вот эти два сезона еще. Кроме того, по поручению президента, компания построит в Темиртау несколько социальных объектов, в том числе новую поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Где получить хорошее образование? Когда починить дороги и как решить проблему с жильем? Эти и многие другие вопросы прозвучали на дне открытых дверей во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова. С гражданами беседовали представители государственных органов управления и коммунальных служб. Состояние дорог ужасное. Люди тонут в грязи. Таксисты отказываются приезжать по адресу, а скорую помощь приходится ждать очень долго. С такими жалобами обратила жительница Караганды Рейса Скрипкина к представителям областного Акимата. Ну, жаловались мы в Акимат даже по осени. Нам прислал ответ, что будет только рассматриваться в 2019 году. Поэтому я сюда пришла еще раз спросить, пожалуйста, в этом году будет у нас дорога или нет. Потому что по весне невозможно пойти. Это и школьникам, это понимаете, и ходить в резиновую обувь, потом на остановке переодеть до школы. И это все не тащат. Во дворце спорта имени Нуркена Абдирова проходят Дни открытых дверей. Здесь карагандинцы задают вопросы представителям управления, госучреждений и коммунальных служб. За вчерашний день мероприятие посетило 15 человек. Из них пятеро горожан полностью решили свои проблемы. Чаще всего к представителям власти обращались с вопросами о здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании и благоустройстве дворов. Это уже практикуется в течение последних двух-трех лет. Здесь представлены все службы нашей области, как управление, так и департаменты. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться и к жителям города Караганды, и к жителям области. Есть уникальная возможность здесь прийти со своими наболевшими вопросами, поставить перед службами и найти решение для этих вопросов. Здесь же жители области могут написать письменное обращение. Оно будет направлено в канцелярию Акимата области для дальнейшей регистрации и рассмотрения. Жительница Михайловского района Раиса Скрипкина именно так и поступила. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагантинский. 22 февраля во Дворце культуры Горняков состоится отчетная встреча с населением Акима Караганинской области Ерлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. На очередной ежегодной отчетной встрече глава региона подведет итоги прошлого года. Ответит на вопросы горожан, а также расскажет о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию области на 2019 год. Работают специальные ящики, в которых можно оставить свои замечания и пожелания. Они расположены на железнодорожном вокзале и на рынках города. Кроме этого, работает телефонная горячая линия 42-11-90. В обращениях необходимо указывать свои полные данные, адрес и контактные телефоны. Кроме того, накануне отчетной встречи карагандинцы могут задать свои вопросы представителям управлений, государственных учреждений и коммунальных служб. Для этого во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова с 19 по 21 февраля проходят Дни открытых дверей. Отчетная встреча главы региона будет транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте Акимата Карагандинской области. Она состоится 22 февраля во Дворце культуры горняков в 15 часов. В Карагандинской области в нынешнем году мерами государственной поддержки будут охвачены более 50 тысяч безработных молодых людей. В областном Акимате обсудили итоги социально-экономической деятельности. Ликвидация безработицы является важнейшим делом государства. По итогам прошлого года в Карагандинской области достигнуты неплохие результаты. Это и общее количество трудоустроенных, и создание социальных рабочих мест, и молодежная практика. 2019 год объявлен в Казахстане годом молодежи. В областном управлении координации занятости и социальных программ имеются амбициозные планы. Направить на профессиональное и техническое образование в связи с учетом потребностей рынка труда 700 человек, на краткосрочное профессиональное обучение 3 327 человек, учить основу предпринимательства по проекту «Бастал бизнес» 1000 человек, выдать 1346 микрокредитов и 90 безвозмездных грантов. Направить на социальные рабочие места 556 человек, на молодежную практику 793 человека. В рамках программы в текущем году планируем трудоустроить на свободной вакансии порядка 39 тысяч человек. Глава региона акцентировал внимание на востребованность кадров. Он поручил сделать полный анализ по трудоустройству выпускников колледжей, а также заявил о необходимости развивать дуальную систему обучения. Акимобласе также потребовал усилить работу в сфере занятости. Он призвал мониторить трудовые отношения, чтобы своевременно предотвращать конфликты с работодателями. Вот вопросы трудовой сферы. В трудовой инспекции не всегда имеется полномочия на проверку. Это мы должны получать проверки. Марат Ниславович, у вас также проверка? Регистрацию должны пройти. И всегда мы ждем, когда поступит трудовая инспекция. Где Балсарей? Когда поступит сигнал. А это можно же предвидеть. Например, проследить за должностью по налогам, по пенсионным отчислениям. Это можно сделать через налоговые и пенсионные органы? Это уже предпосылки к возникновению уже нештатных ситуаций. А мы проверки можем или по жалобам, или же после регистрации. Поэтому необходимо разработать систему управления рисками. Кроме того, Акимобласти дал поручения, касающиеся социальных вопросов. Ерлан Кушанов призвал Акимов проводить подворовые обходы, встречаться с многодетными семьями, узнавать их проблемы и помогать решать. Андрей Тенаман Кушанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Командный дух показали юноши и девушки в турнире «Школьная лига». В школе номер 27 прошли очередные соревнования по мини-футболу. Турнир проводится уже 10 лет подряд. Бекмурат Ангалов занимается футболом уже 5 лет. Его стремление побеждать и развиваться в этом виде спорта уже сегодня дает результат. Он принял участие в ежегодных соревнованиях по футзалу «Школьная лига». Главная цель спортсмена – победить, несмотря ни на что, и вывести команду на республиканский уровень. «Мы каждый год участвуем в этом турнире. В прошлом году мы победили и заняли первое место. Так мы попали на республиканский турнир в Астане. В этом году мы также хотим выиграть. Наша команда готовилась к соревнованиям почти 3 месяца, и мы сделаем все, чтобы победить». Соревнования проводились в рамках государственной программы «Рухани Жангару». В них принимали участие юноши и девушки, учащиеся в 9-11 классах, общеобразовательных школ и специализированных школ-интернатов. Общее количество участников составляет 264 человека. «В этих соревнованиях участвуют 12 команд. Они представляют города и районы Карагандинской области. Это школьные команды. По итогам соревнований лучшие из этих команд поедут на республиканский турнир. Будут защищать честь Карагандинской области». Этот турнир стал традиционным. Он проводится на протяжении 10 лет, и с каждым годом количество участников растет. В этом году Караганду представили юные спортсмены футбольных клубов «Шахтер» и «Тулпар», школы Олимпийского резерва «Жастар», а также частных футбольных школ города. Яна Гапонова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49. Телеканал Первый Карагандинский. Пусть ваши новости всегда будут хорошими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова